Молодые люди в яркой сиреневой униформе встречаются на улицах Одессы регулярно. Наша съемочная группа нашла их среди потока машин на углу улиц Большой Арнаутской и Решильевской. Телекамер ребята, представившиеся волонтерами, не испугались и легко согласились с нами пообщаться. Всеукраинский фонд «Знедолы Недиты Украины». Ёж – это наша символика. Помогаем детям-сиротам. За время моей работы я помогаю уже третьему ребенку. Этого ребенка зовут Ростислав Годзовский. У него есть мама и папа. Мать обратилась к нам. Вот есть документация, есть ее письмо и лист. Документы немножко примяты, конечно, извиняюсь. Хочу показать людям. Вот заявление матери. Она обратилась за помощью в фонд, чтобы волонтеры помогали собирать средства на лечение ребенка. Волонтер Марина утверждает, она представляет официальную благотворительную организацию и подтверждает свои слова документами. Девушка рассказывает, работает на оживленных улицах города по 5-6 часов в день. За рабочее время ей удается собрать до 500 гривен. По словам волонтера, организация, которой она помогает, зарплату не платит, но поощряет ребят премиями. Отличить настоящего волонтера от мошенника, говорит Марина, достаточно просто. Должно быть удостоверение волонтера по свитчине, пакет документов фонда, коробочка опломбированная, вот пломба стоит. И, естественно, человек, ну, видно по человеку, как он должен работать, не в карман себе ложить. У нас есть сайт официально зарегистрированный, вот, можете заснять. Там есть список черных волонтеров, то есть людей, которые поработали и обманули. А вот мнения одесситов по поводу уличной деятельности волонтерских организаций разделились. Честно, не доверяю. Почему? Ну, потому что страна такая. Не всегда, потому что они тоже разные бывают. Ну, а какие факторы для вас являются? Ну, по крайней мере, мне кажется, что честные глаза, а они очень хорошо видны. Я вырос в Украине, и я не впевнен в честности того, что у нас тут происходит. Мы бачим у нас в уряде, сколько сидит людей, я им тоже не доверяю. Они крадут наши гроши, тут тем больше люди, волонтеры. Доверяю. А когда это оставляли, деньги? Оставляла. Спрашивали ли документы когда-нибудь? Они сами показывают. В принципе, доверяю. Ну, а когда-нибудь требовали удостоверение волонтерское? Просто доверяете одежде. На какие моменты обращаете внимание, если хотите помощи? Естественно, должны быть документы. Также в интернете массово просят помощь, деньги, где оставляют координаты, банк, как можно помочь детям. Каждый выбирает для себя, какую именно линию поведения он проводит через свою жизнь. Участвует ли в этой жизни помощь ближнему и в каком виде человек способен ее предоставить. Кто-то становится волонтером, кто-то членом общественной организации, специализирующейся на отдельных видах помощи. Кому-то понятнее оказывать помощь адресно, в виде результат. Не во всех случаях эта помощь денежная, но всегда это итог внутренней работы. Недаром в народе существует поговорка «То, что отдал, то твое».